вы нам просто не говорили за то что у нас на этой неделе будет защита проектов ну как у нас я говорил что защита идет проектов перед перед сдачей проектов можно пожалуйста до следующей недели чтобы все на следующей неделе сдать хорошо давайте так сделать спасибо огромное давайте на следующей неделе перенесем ну тогда на второй этап у вас останется одна неделя только подряд будете 1 2 это обставать хорошо значит тогда и сдача проекта я переношу на следующей неделе правильно правильно я говорю нет да давайте да спасибо вам огромное так тогда сейчас я поменяю параметры чтобы на следующей неделе было сдача извините то есть нас полностью групповой проект должен уже быть готов значит давайте мы еще раз группой проект имеет четыре этапа можете открыть и посмотреть видите да на каждом этапе вы должны выполнить определенные активности определенные вещи сделать смотрите что у вас на первом этапе и так у нас что должно быть значит как у нас строится статья не статья даже это проект скорее похож на защиту диплома или диссертации неважно ну вот что-нибудь в этом духе и так вы поступили на на куб профессию кем вы будете после окончания если вы пойдете работать не не в офис а оставитесь в академии или в индустрию пойдете на что-нибудь научное кем вы будете давайте предположительно скажите мне может кто-нибудь сказать кем он собирается быть извините я прервусь на секундочку итак извините что прервался значит плюсики вы все поставили до чтобы я вас отметил да значит в чем заключается ваша работа будущее а заключается в том чтобы заниматься мат моделированием ну фактически вот те кто пойдут на кафедру информационных нет как она сейчас прикладной математики неприкладной информатики и теории вероятностей это кафедра занимается по большим отсчетом от моделированием и у нас весь цикл образования направленном от моделирования тоже чем занимается кафедра это я не рассматриваю я не могу ничего бы внятного сказать значит что такое мат моделированием от моделирования это дисциплина которая возникла на стыке прикладной физики математической физики и вычислительной физики поскольку основные части это математическая физика выслительная физика то мат моделирования должны быть обязательно математика и обязательно вычисления математика распределяется между описанием собственно того что вы исследуете и между описанием как вы рассчитываете таким образом ваша научная работа если вы диплом будете защищать и так далее будет состоять из следующих частей первое но поскольку это из физики идет то первая часть эта модель это основа от нее отталкиваемся модель описывает либо физическую либо техническую систему вторая часть это алгоритмы которые вы используете для решения вашей задачи вы должны описать собственно выяснительную задачу которую вы делаете и описываете какие алгоритмы типа алгоритмов и все остальное вы применяете при этом при проводятся математические исследования доказываются теоремы даются описание алгоритмов следующая часть это комплексы программ в алгоритмы которые описали должны реализовать вы подбираете язык программирование обосновываете пишите программу в работу ваши идут листинги схемы блок схемы псевдокод и финальная вы должны собственно имея все это получить какой-то результат то есть рассчитать модели в каких-то условиях получить какие-то конкретные результаты то есть вот это все что входит ваш диплом все эти части обязательно должны быть неважно вы в какой группе идете или группе занимающиеся сетями связи или в группе занимающиеся каким-то физическим проблемами вы все это должны иметь в результате если вы посмотрите на описание представления проекта там разбивается на четыре части первый этап это представление модели то есть вы должны описать какие физические или технические системы описывает описываются ваши задачи какими уравнениями не решаются и так далее второй этап это алгоритмы вы должны описать какие алгоритмы применяются для тех типов задачи которые вы исследуете но сама модель вот теоретический слой теоретические теоретическая часть мат моделирования состоит из двух слоев слой модельный вот вы описываете модель и слой математический и вот вы алгоритмы описывают именно математический слой как исследовать этот математический слой плюс к этому идут третий этап комплекса программ то есть вы описали алгоритмы хорошие неплохие какие выяснительным сложность алгоритма и так далее и комплекса программ собственно должны реализовывать эти алгоритмы и работать и в конце четвертый этап вы завершаете весь проект даете весь проект плюс к нему даете часть описывающие результаты то есть и выводы которые вы делаете из этих результатов идут результаты их обсуждения их критика и собственно что они означают вы должны донести до тех кто слушает ваш доклад все вот эти части которые обязательно должны быть вашей научной работе вы их представляете слушателям дополнительной части которые мы часть не рассматриваем и они будут в других курсах у вас фактически базируются на том чем заменяется математический слой в теоретическом описании то есть у вас у вас модель внизу и сверху над моделью математический слой это мат моделирование дополнительно может быть алгоритмический слой вместо математики тогда это у вас имитационная модель модель описывающая алгоритм как функционирует дан алгоритм описывающий как функционирует данная модель этот слой этот вот подход используется обычно для иллюстрации или для верификации результатов вашего исследования как таковой он к мат моделирования относится как бы сбоку дополнительный плюс к этому значит подход который можно назвать суррогатным моделированием моделирование когда известен вход-выход а слой описывающий модель отсутствует и вы генерите некоторые уравнения некоторые связи которые ведут себя похоже на то как вела бы модель это у нас машинное обучение machine learning и нейронные сети то есть это опять же отдельно к математического моделирования напрямую это не имеет отношения это может использоваться как иллюстрация или как дополнительный алгоритмический слой для ваших моделей ну вот и имитационная и моделирование и моделирование с помощью машину обучения это дополнительные элементы вашей модели но основа вот те четыре части которые я вам писал поэтому предполагается что вы именно вот в таком разрезе будете защищать свои дипломы таким образом коллективный проект преследует группой проект преследует следующие цели а дать вам представление об этапах вашей научной работы как представление вашей научной работы и б то что на западе делаются постоянно у нас как-то отходит от этого дать вам навык презентации ваших работ то есть вы должны уметь презентовать представлять ваши работы уметь делать научные презентации все вот в этом то основная идея того что вы делаете понятно есть вопросы вопросов нет дмитрий сергеевич чтобы вот одна проблема у нас на туисе даже те кто выбрал проект у нас не открытые этапы загрузки наших проектов и поэтому мы отдать вам так давайте давайте да то есть кто выбрал проект ну я выбрал и нас там две группы по четыре человека выбрали точно 5 7 или 6 7 не помню 6 7 зашарьте свой что стол и покажите что это не работает то есть там действительно то из немного ну суть такая что они для снижения нагрузки обрезают модули этой системы поэтому иногда из-за обрезки одного модуля начинают гличи другие за шарьте пожалуйста кто вы я вас поставлю дмитрий я вам отправил скрины в чат если что нет просто за шарьте пожалуйста я посмотрю кто за шарит сейчас я ним сергей наверно наливайка сможет наливайка сергей да давайте я вас поставлю выступающим вы за шарьте пожалуйста я посмотрю и мы тогда решим видно браузер как до браузер видно вот выберите проекта собственно рада это все есть а вот этапа они не кликабельно так давайте сейчас я посмотрю как сейчас я прямо в живую попробую поправить и вы знаете ну реально я удивлен но тут убрали они завершенность проекта а я как-то даже не брать не обратил на это внимание ну что так тогда я сейчас вот давайте сделаем так я ограничение просто уберу специально не это сделал лет или это у них дело в том что в прошлом в прошлой четверти все это работало просто четверти чудесно вот эти ограничения функционировали поэтому я даже не стал задумываться что у них может быть какой-то сбой я сейчас сниму эти ограничения попробуйте щелкнуть что все работает так как попробуйте есть доступ алё лёс так ну тогда значит персональных проектов тоже нет пока мы загрузили которые доклады имеется до детский проект я просмотрел всего сюда значит дальше но когда давайте смотрим следующий этап индивидуального проекта обсудим его итак у нас на втором этапе индивидуального проекта нужно добавить интересы образования запись в блоге сделать какой-нибудь и поставить ссылки на научные и библиометрические ресурсы сейчас тогда мы обсудим что это за ресурсы и как их нужно использовать так значит вот у нас и так в чем заключается работа научного работника научника и чем на научник отличается от инженера научник рассматривает какое-то явление описывает его компонует и в результате получается его описание статья на монографии и так далее инженер берет статью берет описание и на основе него делает какие какие-то технические системы что получается получается что основным результатом вашей работы является публикация ну и соответственно для учета публикации существует библиометрические ресурсы ну как бы на данный момент это для чего сделано труд ученого он совершенно непонятный вот он что-то делает какой-то результат получает а как оценить его результат непонятно при капитализме нужно оценивать любой труд любой труд должен оплачиваться в зависимости от его цены причем оценивать лучше по наименьшему количеству критериев и параметров было принято не у нас вообще мировое такое решение что наиболее оптимально оценивать труд ученого по неким библиометрическим показателям ну вот вы же знаете индексы всякий индекс хирша и так далее знаете что такое индекс хирша знаете что такое индекс хирша нет нет почему значит сейчас я вам покажу некое значит основные библиометрические ресурсы вам нужно будет завести на них на них аккаунты и сделать у вас к следующему разу должно быть вот такой вот иконостас указывающий на ресурсы библиометрические технические и значок почты будет указывать вот на этот блок который вы тоже заполните сделайте и чтобы он тоже был рабочий последний блок и так что у нас но вначале идет всякий всякие всякие вещи такие это twitter это youtube но в принципе все что угодно можно добавить если вы хотите о себе какую-то информацию сообщить вплоть до что скажем фейсбук какой-нибудь или еще что-то в конце у меня ссылки на гитхаб и битбакет поскольку у вас сейчас на гитхабе размещается все это вы спокойно можете сделать ссылку на гитхаб а тут у меня идут ссылки на библиометрические системы и на системы научных социальных сетей но в первую очередь вот мы рассматриваем библиометрическую систему это я лайберри я в другом броузере открою чтобы не не выходить из своих аккаунтов значит елайберри это так называемый ринц российский индекс научного цитирования это ваши российские показатели не международные а чисто российские из чего он состоит вообще тут ваш логин называют спин-код вот персональная карточка автора и этот спин-код должен быть известен и вы его во всех документах будете писать он очень полезный для вас что тут вот ваша персональная карточка вот которую вы заполняете при регистрации дополнительного тут указываете другие библиометрические системы международные и кроме того вот science индекс для авторов это то что вы должны регулярно просматривать тут вот видеоинструкции и вот две два пункта которые вы должны регулярно смотреть как только у вас появятся статьи и ссылки на них хочу заметить что в отличие от многих других систем тут вы не получите сразу логин вам логин должны прислать по почте его должны сделать для вас и сколько это займет времени не могу точно сказать поэтому не надо делать как с первым этапом делать его за полчаса до окончания срока сдачи это не будет работать что-то вот у меня не коннектится тут у нас идут публикации и ссылки что тут нужно регулярно в принципе делать дело в том что science индекс построен по условно скажем бразильской системе в чем эта бразильская система заключается то что туда заносятся публикации но предварительные как бы такой предварительным место но чтобы эта публикация попала финал и ссылки попали в финал вы должны подтвердить что это именно ваша публикация или ссылки на ваши публикации для этого нужно выбрать непривязанные публикации поиск то же самое ссылками непривязанные ссылки поиск и у вас но тут ничего нету но в принципе тут при появлении ваших новых публикаций будет список этих публикаций вы их выбираете и добавить выделенные публикации список работ автора впрочем есть ли делается добавляется в индекс в той организации где вы работаете то там могут явно написать что эта публикация принесет вам то есть указать ваш спин номер тогда это не нужно добавляете и у вас публикации добавляется и точно так же ох ты тут у меня появились три непривязанные ссылки вот я их выделяю и нажимаю нажимаю добавить список цитирования автора ну вот пока обрабатывается и потом эти ссылки попадут ваш список и то же самое с публикациями и так вот это основные шаги по работе силой были пожалуйста не примените завести в е-лайбре свой аккаунт дальше какие системы арсид арсид это совместная система скопуса и випов сайнца скопус и випов сайнц это две глобальные системы библиометрических индексов я про в сайнце американская скопус европейская они столкнулись с проблемой определенной то что они не могут определить являются ли конкретный человек автором этой работы особенно проблемно с китайцами корейцами и так далее поэтому был создан индекс арсид который дополнительно к вашим идентификатором скопуса и випов сайнца тут его вы можете завести сами заполнить по возможности все что есть публикации будут импортироваться из корпуса и випов сайнца значит ну это вы можете завести логин тут вот зарегистрироваться и пока у вас тут публикации не будет но логин будет далее у нас идет випов сайнца раньше это был researcher it а сейчас паблон называется тут вы можете зарегистрироваться но боюсь что при отсутствии публикаций тут никакой информации вы не получите дополнительно к гипов сайнцу у нас идет скопус как скопус не вывел я сюда что ли значит скопус тоже просто так получить нельзя значит вы можете залогиниться в скопусе добавили ссылки залогиниться в скопусе из двух мест это из с работы то есть университета тогда он по ip адресам будет узнавать вас и из дома но вам нужно выбрать адрес который аффилирован с вашей организации то есть вам нужно будет выбрать организацию выбрать адрес аффилирован с этой организацией и после этого вы из дома сможете войти скопус и смотреть все что там есть вот видите вот тут я навожу активно если я захожу не под своим логином рабочим вот видите показывается что эта организация руден университета и я юзер фур тогда я могу тут работать под этим аккаунтом у вас тоже есть аккаунт и университетские есть ли я захожу без аккаунта или под каким-то левым аккаунтом тот тут ничего не сделать нельзя ничего не работает а тут собственно описывается вся информация по статье вот опять же вы вот этот идентификатор вы получаете только когда у вас есть статьи скопус овский из корпус вам сам назначает этот идентификатор автоматом сам по получить его нельзя дблп дблп это специализированная база по компьютер сайенс она индексирует все материалы под по компьютер сайенс тут их еще может быть меньше чем скопусе и випов сансе очень жесткая база данных ну вот там тоже нельзя получить идентификатор как таковой там он автоматом при индексации появляется но впрочем вы можете добавить свой арсит к своему идентификатору вы можете добавить слить несколько идентификаторов в 1 и так далее менделей менделей это это библиографический программа работы с библиографии вот как раз тут вы можете получить свой логин и пароль и работать с этой программой с этим сайтом из программы менделей для ведения вашей библиографии так что вот это пожалуйста заведите и обязательно добавьте google scholar это тоже генерится гуглом по вашим публикациям вот выбираете scholar google com под своим логином входите и для вас будет при поиске ваших статей будет переходить на вашу страницу под вашим идентификатором research gate это вы должны сделать аккаунт research gate это социальная сеть научная ну что тут обмениваются научники разными разной информации находят знакомство ну как вот социальные сети конечно это не twitter и не facebook и не вконтакте но вот какое-то подобие социальной сети тут следует отметить что в отчетах вы зачастую будете вынуждены давать информацию об аккаунтах в том числе и это в этой социальной сети завести аккаунт здесь нужно будет академия идию но вот тут руден академии идию то есть я ввожу что я в рудене работаю и чем отличается это социальная сеть это тоже социальная сеть но когда они увидели что стали проигрывать research gate у они немного сменили свою ориентацию и теперь они за каждый чих требуют деньги просят платную подписку и так далее опять же завести аккаунт здесь необходимо поскольку в наших во всех документах это тоже учитывается архив это припринты припринты для того чтобы стали доступны ваши публикации всем но на самом деле архив первоначально был по физике потом подсоединился математика компьютер сайенс немножко биологии но у биолога слой биоархив публикации тут повышает вас ваш неформальный статус то есть принято давать ссылки на эти публикации но вот пока у вас такие нету то вы тут и не расположите но аккаунт завести вы тут можете аккаунт нужно делать под почтой университета значит ну вот собственно все основные информационные ресурсы не так уж их и много чтобы завести аккаунты и предоставить информацию в эти об этих информационных ресурсах значит как это у нас вот вот они перечислены значит образование ресурсы и запись блоге сделать блок блоге у нас вот тут находится какие-то какую-нибудь информацию для того чтобы сделать запись блоге сейчас я найду свой вот блок который я сделал вот тут контент и вот тут посты находится собственно для того чтобы сделать шаблон записи вы запускаете юга нею вот что предлагается тип записи вы можете явно указывать вот кайт вы можете без явно указания и он по каталогу создаст тот тип записи который нужен контент пост и название поста hello world м.д. это м.д. это markdown кроме markdown а поддерживается еще несколько форматов но вот я думаю когда он самый простой без проблем и создается вот этот пост вот шаблончик поста что в этот шаблон входит тайтл значит вот это вот информация автор это немного избыточно она интересно если у вас создается не персональная страница а страницы для работы организации или что нибудь в этом духе драфт не особенная публикация то есть не выносится список выделенных публикаций вы можете привязать к проекту вашу запись я на списке проектов будет эта запись ну и тут напишем проба пера здравствуй мир вот так вот ну и соответственно мы вот в ю запустили посмотрим что он будет отображать тот нам вот наш ах мы же тут не подключили посты давайте подключим контент холм посты мы должны сделать активными и смотрим control р вот у нас последние посты вот наш пост вот это ваша информация кратко но чем все что нужно и вам нужно сделать несколько постов для о себе можете ну что что-нибудь написать то вот пожалуйста сделайте значит что у нас тут информация еще посте это категории и таки какие ну вот на примере своего я например покажу что у меня вот есть какие-нибудь вот описание я веду всяких книжечек которые читаю вот категории сверху идут это листая страницы категория и теги по которым можно объединять это люди науки и вот я выделяю и все записки по тегу люди науки появляются вот тут переход на следующую страницу если многостраничные и соответственно последние записи они тоже переходят на следующую страницу больше статей ну вот так вот понятно значит вот что вам вам значит нужно сделать запись блоге все это то что вы по персонале проекта должны сделать на этом этапе ну и кроме того о докладах все-таки не забывайте пожалуйста доклады тоже пытайтесь делать тут можно посмотреть что выбраны несколько тем докладов ведь они ну вот все так давайте какие вопросы возникли что непонятно алёлю если вы отошли от экранов и не слушали то нет вопросов нет по идее ну хорошо тогда наверно на сегодня а что нужно делать если не успел что не успели не слышно а что если мы не успели например если не успели записаться в групповой проект на что две недели это было просто вылетелось бы вызвать давайте я продлю скажем группой проект до вечера сегодняшнего дня не запишетесь тогда хорошо еще вопросы нет вопросов но тогда давайте мы завершим наши научные изыски до свидания до свидания а